Катюша, с сегодняшнего дня я забираю у тебя ноутбук и телефон. Теперь ты не сможешь связываться с Андреем. Ну забирай, если тебе так будет легче. Девочка моя, я же все делаю для твоего же блага. Ты это поймешь и будешь мне благодарна. Ты посмотри на меня, я одна кручусь, как белка в колесе. Пытаюсь спасти наш брак с твоим папой. Ты помоги нам, не нужно думать только о себе. Я не думаю о себе. Я думаю об Андрее. Ответ неверный. А что это у тебя? Айпад. Папин подарок. Его я тоже временно забираю. И дай мне, пожалуйста, ключ от комнаты. А ты занимайся. Читай книжки. Скоро сессия. КОНЕЦ 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Я тебя люблю. Я никогда не прощу того, что она так тебя обидела. А пирожки нести? Нет, 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 я не хочу. Спасибо. Ох, и позажигали вы с Ларисой Семеновной. Очень видно, да? Угу. Ничего, я сейчас работаю над новой мазью с экстрактом подорожника. Надо на себе опробовать. Кстати, а почему Андрей не завтракал? Отказался. Она сказала, что не хочет. Знаешь, мне кажется, он грустит по поводу Кати. Угу. Ну ничего. Я надеюсь, это пройдет. Какая-нибудь аллергия или ветрянка? Наташа, ветрянка проходит легко только в детстве, а взрослые ее гораздо сложнее переносят. Андрюш, очень крепкий иммунитет. Алло. Наташа, наконец-то я вас слышу. Вчера звоню весь день. Мобилку никто не берет. Дома никого. Извините, я не могла перезвонить. Я была в больнице. Да? В качестве врача или пациента? Как пациент? Представляете, в обморок упала. Переволновалась немного. Ну ничего, такое бывает. Вы себя совсем не переживайте. Я должен вам не заняться. Ну просто обязан. Угу. Так, так. Добрый день. Есть кто дома? Здравствуйте. Здравствуйте, Рита. Здравствуйте. Как ваши дела? Хорошо. А вы к Наташе? Рита, я решилась на пирожки. Хочу с мясом. Николай Александрович, какая приятная неожиданность. Здравствуйте, Наталья Ивановна. А я вот тут проезжал мимо на велосипеде и решил заехать. Хочу узнать, как ваше здоровье. В обморок больше не падали? Нет, не падала. А мороженое съели? Мороженое съели с большим удовольствием. Вот и молодец. А сейчас немного спорта. Так что давайте собирайтесь на пробежку. А я не могу. У меня очень много работы. Наташа, работа подождет. Сейчас главное ваше здоровье. Так что давайте одевайте кроссовки, треники и вперед, 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 вперед. Все, Николай Александрович, вы пользуетесь тем, что я не могу вам отказать. Хорошо, я пошла. Нет, ну правильно я говорю, Леонид? Правильно. А если можно, я у вас попрошу чашеку чая. Ну, конечно. Это крайне важно для меня с утра. Что ж ты на звонки не отвечаешь? Сотый раз звоню, а? Дом Рашиловых. Валентина Степановна, пожалуйста, не вешайте трубку. Я вас узнал. Скажите, пожалуйста, что с Катей? Она не отвечает на звонки. Что с ней? Она заболела? Валентина Степановна, а кто звонит? А это из Горэнерго. Да-да, я слушаю. Вас интересует состояние нашего счетчика. Валентина Степановна, вы умница. Скажите, пожалуйста, что с ней? На счетчик в относительном порядке. Почему она не отвечает на звонки? Отобрали. Что? Я говорю, что определенное количество электроэнергии отобрано. Там сбой в подаче электроэнергии. Нужно снять показания счетчиков. Я потом пойду и все улажу. Хорошо, Валентина Степановна. Алло. Я понял. Телефон отобрали. Валентина Степановна, пожалуйста, передайте Кате, что я ее очень люблю. Я сделаю все, чтобы мы были вместе. Я сделаю все, как вы говорите. Ритуля, а есть что перекусить? Наконец-то. Проснулся аппетит. Голубцы, будешь? Буду. Ух ты. Что, Катя звонила? Нет, а при чем здесь Катя? Да ни при чем. Просто ты в подозрительно хорошем настроении. Да ладно, не выдумывай. Алло. Да. Да, Артур Игоревич. Хорошая идея. Да, согласен. Договорились. Звонил мамин кавалер? Да. Знаешь, мне Тимофеев больше нравится. А мне Максим. Я обратилась в охранную фирму. Теперь Катю будут сопровождать специально подготовленные люди. А в институт сегодня поедешь на машине с охранником. Но я всегда ходила в институт пешком. Ходила. А теперь будешь ездить. Кстати, это подчеркнет твой статус. Лариса, а зачем это все? Объясни нам, пожалуйста. Так надо? Что ты надумала, дочка? Папа, я пытаюсь защитить нашу семью. Кого ты собираешься защищать? А самое главное, от кого? От этого выскочки. Андрея Бондарчука. Если он хоть на метр подойдет к нашей дочери, охранник будет стрелять на поражение. Посмотрим, какой он смелый. Дочка, не шутила бы ты так. Не оскорбляй, пожалуйста, Андрея. Он, между прочим, тоже часть нашей семьи. Вот именно. Да вы что? Вы что? Вы все сговорились, что ли, а? Вам сын этой гадины дороже родного человека. Давайте обсудим все спокойно, пожалуйста. А что тут спокойно обсуждать? Катя заявляет, что он часть нашей семьи, и папа ее поддерживает. Это вообще нормально? А что, это не правда? Правда в том, что он Бондарчук, а мы Ворошиловы. И не забывай об этом. Если Андрей не носит нашу фамилию, то это только потому, что дядя Дима плохой отец. Да-да. Я плохой дед. Саша, ты слышала? Катя вовсю защищает Андрея. И ты будешь молчать? Нет, я не буду молчать. Катя права. Да вы что? Вы что? У меня такое ощущение, что моих близких людей просто подменили. Ладно, что-то аппетит пропал. Пойду, прибыль лекарства. После завтрака, Лариса, зайди ко мне. Хорошо, папа. Катя, не будь дурой. Он тебя не любит. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА И ведешь себя неадекватно. Более того, мерзко и отвратительно. И никто, сидящий здесь, поддерживать тебя не будет. Ага. Значит, сговорились против меня, да? Сашенька, я тебя предупреждаю. Если ты будешь поддерживать ее отношения с Андреем Бондарчуком, я подниму на ноги полицию, общественность. Я пойду на телевидение. Пусть все узнают, какой ты муж и отец. Вам всем не поздоровится. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Катюш, мне тебе кое-что сказать надо. Тебе звонила? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Пойдем, дочка, я тебя провожу. Не надо, мама, я сама. А я все-таки пойду. Хочу проконтролировать, чтобы без глупостей обошлось. Ну, хорошо. Пойдем. Проявишь свою материнскую заботу. Угу. Яблоко забыла ребенку передать. Ничего, успею. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Катя, послушай, это очень важно. На, яблочко с собой возьми. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Держи, такой очерединок в буфет выставила. Спасибо. Слушай, у нас скоро пара. Давай ешь быстрее. Ты представляешь, я теперь куда ни пойду, меня везде сопровождают вот этот вот мбал. А кто это? Телохранитель. Его мама наняла. Мама? Странно. А зачем? Ну как зачем? Чтобы мы с Андреем не встретились. Так что это у меня даже не телохранитель, а надзиратель какой-то. Угу. Слушай, Катюха, я тебе хочу на правах лучшей подруги дать совет. Ты же видишь, что у вас с ними складывается. Все против вас. Так может не судьба, а может у вас на роду написано не быть вместе. Это ты на что сейчас намекаешь? Ну я говорю о том, что тебе может лучше оставить с Андреем. Ну забудь его. Ну посмотри сколько вокруг классных парней-то. Ты девчонка симпатичная. Тебе только пальцем щелкнуть. Сейчас все сбегутся и успевают только выбирать. Да не хочу. Зачем они мне? Я думала только об Андрея. Мне бы сейчас его голос услышать. Так мама телефон забрала. Слушай, действительно странная у тебя мама. Как будто не от мира всего. Какой смысл забирать у тебя телефон, если ты можешь позвонить с любого другого. У меня безлимитный. Можешь до вечера болтать со своим Андрюшей. Иван, я же просил, не забывай. Дозвонить мне больше. Между нами все кончено. Что случилось? Держи, он мне больше не нужен. Ты поговорил с Андреем? Да, я дозвонилась. Скажи мне честно, между вами с Андреем что-то было? Кать, перестань. Тогда или нет, Иван? Да, у нас был роман. Ну, небольшой. Это было до того, когда ты начала с ним еще встречаться. Нет, это было тогда, когда он убегал, а я его догоняла. Правильно? Кать, перестань. Не раздувай из мухи слона. Ну, встретились мы там пару раз. Даже толком и не целовались. Ты же знаешь, я на твоей стороне. Я заметила. В этом вы с моей мамой очень сильно похожи. Обе как бы желаете мне счастья, но при этом умудряетесь портить мне жизнь. Так, ну что ж. Андрей, я тебе очень благодарен, что ты согласился со мной поиграть. Мне сейчас очень и очень нужен серьезный спарринг-партнер. Да не за что. Я и сам не прочь был немного взбодриться. Ну, а вы же пригласили меня сюда не только ради игры. Андрей, я хочу сделать предложение Наталье Ивановне. Ну что ж. Попробуйте. Да, но ты же ее сын, и мне хотелось было знать твое мнение. Мое мнение очень простое. Пусть моя мама решает сама. Это по-мужски. Ну, учтите, что я буду к вам относиться так, как вы будете относиться к моей маме. Договорились. И если вы попытаетесь ее обидеть, вы очень сильно пожалеете. Это я вам обещаю. Я люблю, когда все прямо и открыто. Как в бизнесе, так и в личных делах. Андрей, скажи, пожалуйста, а что, у твоей мамы есть проблемы со здоровьем? Боюсь, что да. Вчера она упала в обморок. А что? Я хочу знать, кто лечащий врач. Валентина Степановна, пойдемте в дом. А вы проходите, молодой человек? Нет, спасибо. Не положено. Я только доложу о доставке. Ценного груза. Катюша, тебе Андрюша звонил. Просил передать, что он тебя любит и что сделает все, чтобы вы были вместе. Валентина Степановна. Он мне врал. Пока я страдала и бегала за ним, он встречался с моей лучшей подругой. Неужели с Иванной? Да. Если любовь приносит одну боль и разочарование, то мне такая любовь не нужна. Никакая и никогда. Отвратительное чувство. Ну, профессор, я понимаю, что существует врачебная этика, и вы не все можете сказать пациенту. Но я... Я должен знать правду. Скажите, Наталья Бондарчук. Здорово? Да, вполне. По крайней мере, обследование не выявило никаких серьезных заболеваний. Так что могу с уверенностью вам сказать, Наталья Бондарчук умная, красивая, здоровая пациентка. Больше мне добавить нечего. А я вижу, успели уже подружиться с этой умной, красивой пациенткой. Ну, не более, чем это необходимо для успешного лечения. Я ревную. Наверное. Знаете, просто Наташа, я... Короче, она мне ужасно нравится. Вот как. хотите жениться? У-у-у-у. Ну, профессор, вы прямо как в воду глядите. Я даже успел переговорить с сыном, и он не против моей кандидатуры, но, конечно, решение за Наташей. Подождите, а... что Наташа? Она уже дала вам какой-то ответ? Ну, дело в том, что я еще официального предложения не делал. Ну, это всего лишь вопрос времени. Да, да я уверен. Я от нее не отступлюсь, и она обязательно выйдет за меня за мной. А почему вы так уверены? А мне не в чем сомневаться. Понимаете? Я всегда привык добиваться поставленной цели и в бизнесе, и в любви. за любовь. Валентина Степановна, а как самочувствие папы? Он не спустился к столу? А они с Еленой Сергеевной поужинали и пошли прогуляться. Спасибо. Да, пусть подышат свежим воздухом, это полезно. Катюш, как дела в университете? Хорошо. А будут еще лучше. У тебя теперь много свободного времени, ты же посвятишь его учебе, правда, дочка? Да. Я считаю, я считаю, что у Кати должно быть время ей для развлечений. Ну, а кто ей запрещает? Она может развлекаться, в стенах, нашего родного дома. Катя взрослая, и ты не должна запрещать ей выходить из дома. Никто ей ничего не запрещает. Она свободный человек, может гулять где хочет, но под наблюдением и подальше от Андрюши Бондарчука. Алло. Привет, Ларис. Какие планы на вечер? Никаких пока, что есть предложения? Есть. Как насчет увидится? С удовольствием. В котором часу? Давай в десять. Иван, я тебе люпу с подорожником заварила. Вот. сейчас Маша меду принесет. Будет и вкусно, и полезно. Соседушка моя дорогая, ну зачем? У меня таблетки есть. Я загашники нашел. Да, конечно, старые. И срок годности поди истек. Ну, конечно. Нет. Зачем травиться? Я у себя поищу. Никакой работы сегодня. Отвару с метком и в постель. Доброе утро, дядя Ваня. Привет. Это вам. Лечитесь. Спасибо, спасибо. Вот здорово. Сейчас отварчику с метком выпью и все в порядке. Можно будет и на ферму. Так, никуда твоя ферма не денется. Да вы лучше работников наняли, дядя Вань. Ну да, как же. За работниками глаз да глаз. Чтоб не начудили чего. Так что без них надежнее, чем с ними. Па, зачем нанимать работников? Я могу помочь. Да ладно, ну какой из тебя поможет? Знаете что, я вот позвоню и Те Наташи и пожалуюсь. Вот она вас точно заставит режим соблюдать. Даже не вздумай. Я к ее приезду буду в полном порядке. А что вы все, Наташа да Наташа? Я что-нибудь по-вашему не могу помочь отцу вылечиться? Можешь, но она же ведь врач. Врач. Анна Петровна, здрасте. Привет, Настенька, ты к Максиму? Да. Не вовремя. Он еще не вернулся. А, ничего, я подожду. Могу вам помочь. Все равно делать нечего. Нет, не надо. Просто присядь, поболтаем. Я как раз хотела перерыв себе сделать. Здрасте. Здрасте. Анна Петровна, мне кажется, тут тля завелась. Я, конечно, не разбираюсь. Посмотрите. Ой, я там запачкала немножко краской. Я все исправлю сейчас. Как дела в вашем салоне, как Люся? Хорошо. В салоне все хорошо. У Люси все отлично. Она сейчас встречается с одним очень хорошим мальчиком, Леонидом. Вот. А у вас как дела? Да, тоже неплохо. И работаю, и учусь. Максим, конечно, отличный педагог. Да, у вас с Максимом, я так понимаю, все хорошо, да? Да, 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 все прекрасно. Да, правда? Да. Поздравляю вас. Спасибо. И вообще, очень много планов. Да? Хочу убедить Максима открыть свою клинику, чтобы ни от кого не зависеть. Клиника эстетической хирургии доктора Нечаева. Звучит, да? Звучит, только денег-то у вас хватит? Пока нет. Но захотим, будут. В конце концов, можно взять кредит. Я вообще привыкла добиваться, чего хочу. А, кстати, следующей целью будет выйти за Максима замуж, так что скоро будем гулять на нашей свадьбе. Здравствуйте. О, Настя, ты уже здесь? Привет. Всем привет, кого не видел? Здравствуйте. Слушай, я тут продуктов накупил, может быть, приготовим что-нибудь? Ой, я очень прогладалась. Давай, идем. Все, до свидания. Всем пока, рада была видеть. Взаимно. Гляди-ка, вцепилась в него мертвой хваткой, а? Ну, так может, это и лучше. Да что ж такое, читая об одном, думала совершенно о другом. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... А как зовут ту девушку, которую ты встретил через много лет? Не важно. Это моя тайна. Я ей так вам много рассказал. Валентина Стивановна, а вы не помните ту девушку, с которой Саша встречался до Ларисы? Богдана? Конечно, помню. Как же ее забыть после всего, что она натворила? А почему вас это интересует? Да так. Саша недавно обмолвился, что встретил свою старую любовь. Я подумала, может, эта встреча и есть причина раздоров в семье. А до Богдана он еще с кем-то встречался? Нет. Нет, о чем вы? Саша всегда был очень порядочный мальчик, серьезный. Знаете, вот вылитый однолюб. Хотя в Богдане он тогда души не чаял. Богдана. Богдана. Причем каждый раз все это заканчивается скандалом. Ей доказать ничего нельзя. Понимаешь? Ларисе доказывает, что что-либо бесполезно. А самое ужасное, что Катя стала заложницей всей этой ситуации. Саша, ты главное не волнуйся. Это просто такой период. Его нужно переждать, и все наладится. А Катя, она взрослая девочка. Она справится. Наверное, ты права. Богдан, ты ангел. Ты знаешь это? Ты единственная женщина, которая ничего от меня не требует. Давай выпьем за нас. Давай. Ну что, все здоровы? Да, я вчера вечером ветеринар смотрел. Отлично. Надо будет Андрюше телят показать. О, сильно нужны ему твои телята. Ну, чего ты дерзишь, а? Ну, что такое? Чем ты недоволен? Погоди, сынок, погоди. Скоро меня не станет. Будешь главным на ферме. Если ты ее не оформишь на своего любимого Андрюшеньку. Да при чем здесь Андрей? Па, все и так знают, что ты давно его любишь больше, чем меня. Ну, что за характер? Лишь бы ляпнуть что-нибудь. За мной целый день ходит этот упырь. Ощущение такое, как будто я под арестом. Я думаю, куда ты пропал? Ну, из чести чего представили себе этого охранника? В честь Андрея. Точнее, в честь того, чтобы его отгонять. Это мамная идея. Но самое обидное заключается в том, что Андрей оказался предателем. Который изменял мне за моей спиной с моей подругой Иванной. А я глупо верила в то, что он действительно меня любит. Дура. Кать, твой Андрей не предатель. Он мужчина. У них это в крови. Они могут любить и при этом изменять. Скажи, ты любишь своего Андрея? К сожалению, да. Тогда борись. Я видела эту Иванну у нас в ресторане. Да она в подметке тебе не годится. Так пытается себя что-то строить. Я уверена, Андрей не мог ею увлечься. Алло, Андрюш, привет. Ты прости, я не могу долго говорить. Давай при встрече. Хорошо, в пять в нашем кафе. Договорились, я тебе тоже. А вдруг Лариса узнает? Может, повременить? Когда все успокоится? Когда все успокоится. Мама все равно не забудет, чей Андрей сын. Ничего, мы все равно скоро поженимся. И тогда она уже не сможет нас разлучить. А что это вы здесь секретничаете, а? Пап, у меня свидание с Андреем. Мне нужно отслежки отделаться. Пожалуйста, помоги, а? Я поговорю сейчас с твоей мамой. Пора прекратить этот цирк. Андрюша, а где твоя фотография? Не знаю. Пропала куда-то. Очень жаль. Так удачно на ней получилось. Хорошее настроение? Это хорошо. Ай, ничего у папы не получится. Мам, все равно не переубедишь. Как теперь от этого упыря уйти? Подожди. Что-нибудь придумаем. Катя, а тебе нужно переодеться. Ну, вы с Андреем давно не виделись. Тебе же надо быть красивой. Валентина Степановна. Я быстро. Что-то я волнуюсь, как бы Лариса не узнала. Да. Все будет хорошо. Сейчас Сашенька поговорит с ней как следует. Этот кошмар прекратится. Я не только из-за этого переживаю, Валентина Степановна. Уже очень безоглядно Катя влюблена в Андрея. Как глупости не наделала. Не наделает. Андрюша не позволит. Он хороший мальчик. Наташа его научила уважать женщин. Ну, хорошая матерь и хороший сын. Ну, что тут скажешь. Да. Лариса, хватит. Катя взрослый человек. Она может встречаться с кем хочет. Значит, Богдана, да? А я ведь найду возможность упрятать Богдану туда, где она была последние 15 лет. А если ты... Саша, если ты все-таки с ней встречаешься, может, расскажем об этом Валентине Степановне? Помнится она когда-то ее чуть не убила? И не смей больше со мной разговаривать в подобном тоне. Я к тебе. Да, Леночка. Можно? Конечно. Хочу поговорить. Семен. Мне кажется, что вся эта ситуация, которая происходит вокруг отношений Кати и Андрея, ну, как-то это все неправильно. Но все-таки это первое чувство. Нельзя его сапогами давить. Да. Я с тобой согласен, Леночка. История, к сожалению, повторяется. Это моя ошибка. Когда-то я не позволил пожениться Дмитрию и Наташе. Теперь страдают наши внуки. Как ты думаешь, Андрей, он будет бороться? Безусловно. Я чувствую в нем довольно сильный характер. Лишь бы силенок хватило. И вот что я думаю. Я должен исправить свою ошибку хотя бы в этом поколении. Я обязательно помогу Кате и Андрею. Обязательно. А Лариса? Ты пойдешь против нее? Лариса. Как подумаю, о ней больно становится. Кого она превратилась за последние годы? Ну, ничего. Если эта мамаша не хочет счастья Кате и Андрею, я пойду ко второй мамаши. За помощью пойму. Ну, вот и хорошо. Здравствуйте. Да? Наталья Ивановна, простите ради бога, но вопрос не терпит отлагательств. Это надо срочно подписать для таможни. Иначе может быть большая задержка с поставкой оборудования. Угу. Держите. Нет, Наташа, я хотя бы прочту. Вы разве не видите, что Евгений Викторович торопится? Ну, я... Ну, как же. Виктория Ивановна, вы забыли, что это оборудование нам необходимо. Поспешите, пожалуйста. И чего, Наталья Ивановна? Наташка, ты что творишь? Так дела не делаются. Ну, прости меня, милая. Я больше не буду тебя обожать. Обещаю. Да главное, не волнуйся. У меня все будет хорошо. Вы ко мне? Здравствуйте. Здравствуй, Наташа. Да, мы к тебе. Мы пришли поговорить о Кате и Андрее. Мой сын пообещал не иметь ничего общего с вашей Катей. Так что говорить нам не о чем. Подожди, Наташа. Пожалуйста, не торопись с выводами. Все, может быть, не так просто, как ты считаешь. Да, ты можешь не любить меня. Но я считаю, у нас есть общая проблема, и мы должны решать ее вместе. Проходите. Спасибо. Пошли, пошли. Наташа, наша Катя очень мучается и страдает, потому что очень любит Андрея. Да, мне это знакомо. Я тоже когда-то любила вашего сына. А вы меня не признали. А я была одна, с ребенком на руках. Но я выжила. И с Катей с вашей тоже ничего не случится. Я понимаю, ты не можешь простить. Это очень сложно. И я, и вся наша семья очень виновата перед тобой, но дети здесь при чем? Наташа, пожалуйста, не мешайте им. Не стоит ломать жизнь Кати и Андрею. Я с вами полностью согласна. И чтобы не ломать жизнь своему сыну, я ограждаю его от вашей семьи. Значит, тебе все равно, что они любят друг друга. Тебя любовь, их не волнует. А это не любовь. Это наваждение. Ну, с Богом. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ты знаешь, когда мне Дима сказал, что очень любит тебя, я ему ответил вот то же самое, что ты мне сейчас, что это не любовь, что это наваждение. И был неправ. И все последние годы корю себя за это. Да нет, Семенович, вы были правы, Дима меня не любил. Я знаю, почему ты себя так ведешь. Знаю, потому что за все эти годы в тебе накопилось очень много злобы. Да, да, я уже не та прежняя Наташа, хорошие учителя были. Наташа... И не надо, не надо меня уговаривать. Я что, не вижу, что вы печетесь только о своей Кате? А судьба Андрея вас не интересует? Так все, у меня мало времени, разговор окончен. И все же я прошу тебя подумать о моей просьбе на холодную голову. Не вижу смысла. Мой сын пообещал, что не будет встречаться с вашей Катей. А я ему верю. И тех отношений не было, и никогда не будет. Привет, извини, что опоздала. Ничего, голова эта пришла. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»